Если назначать препарат людям, имеющим сниженный клиренс креатинина, то есть имеющий какую-то патологию почек, то риск кровотечения значительно ниже у добегатрана, чем у иноксапарина. Хорошо, что у добегатрана или продакса есть две формы выпуска. Это 220 мг 2 капсул одновременно и для людей пожилого возраста со сниженным клиренсом креатинина, поскольку 80% препаратов моют с цепочками, 175 мг, то есть 150 мг. Ну и все-таки комплоентность. Если мы выписываем человека из стационара после эндоплотезирования подробного сустава, то мы предпочтительнее предпочтение даем все-таки пароральным монотека гулянтам, потому что поедем дедушку в свою деревню, в Воронежской губернии, 300 км в одну сторону, 250 км в другую, и не всегда и фельдшер-то придет сделать ему в живот нефракционированный гепарит, а здесь он выпил таблеточку и все хорошо. И не надо маново смотреть. Ну вот тоже очень большая проблема, очень большая проблема. Это посттравматический тромбанкинг. Мы знаем, что травма сейчас высокоэнергетичная, контузия, мощная контузия. Что-то к чему приводит травма, это контузия костной и окружающей ткани, возникновение зоны первичного некроза и зоны молекулярного сотрясения, вторичного некроза, то есть сначала ткань была живая, а через 2-3 дня отек такой возник в стенках эндотелия мелких сосудов, что эритроцит уже через этот сосуд не пройдет, не пролезет. И возникает вторичный некроз или инфаркт костного мозга и так далее. Ацилотропические нарушения, замедленная консолидация, инфекция присоединяется к тому, что метаболический ацидоз и рубцовый процесс, изменение в стенках артерии ложный сустав. Вот такую ногу, это достаточно банальная вещь, да, такая доля. Вот я, так сказать, очень люблю этот препарат, и вот не знаете на входах, мы часто его назначаем. Чем хороший этот препарат? Прежде всего, это сбалансированный комплекс 2-глюкоз-аминогликан. Это фракция дерматан-сульфата, ну, это, скажем так, фракт-хондритин-сульфата, да, молекулярный фракт, и высокоподвижная фракция эмбарина. Он выпускается в ампулах по 600-1, и в капсулах выпускается. Значит, что он применяется? И диабетический штрафа, и тропический рак. При синдроме зудака я его тоже всегда назначаю. Это хроническая венозка недостаточная, замедленная консолидация переломов, то, что нам нужно, когда ложные суставы. Это, в общем-то, наш тромбоплогический препарат. Повышает эффективность венотоников, предотвращает развитие повестных глубоких венозных тромбозов, улучшает микроциркуляцию, позволяет предотвратить развитие повторных венозных тромбозов, снизить риск тромбоамболитов, снизить кровяное давление в венах и повысить их тон. Нормализовать проницаемость капилляров, это очень важно, и припить их стенку. Значительно ускорить разоживление язвенного дефекта. Поэтому он не применяется при тех заболеваниях и состояниях патлонических, о которых я говорил. Также очень люблю вот этот препарат, и все мы его знаем, и все мы его назначаем. Но я почему эти слайды сюда включил? Назначаем мы по одной таблеточке 2-3 раза в день. Это совершенно недостаточно, и эффект мы при этом не достигаем. Все мы знаем, что от ренталов повышение эластичности и снижение агрессионной активности в процессе, он тоже улучшает микроциркуляцию, уменьшение вязкости крови, сосуды расширяющие и так далее. Но назначается он 120 мг в сутки. Это значит, что если таблетка по 400 мг, то это да, 3 таблетки, а если это 100 мг, то это должно быть 10 таблеток в сутки. Это очень важно. Дальше. Мы очень часто назначаем цепролет. Ну, попейте цепролетик, и все хорошо. Да, все хорошо. Торхиналоны, хорошие препараты, все здорово. Но мы иногда забываем, что фармакология идет, и пармакотерапия идет дальше, дальше, дальше. Мы знаем этот препарат, но очень редко его назначаем. А чем он хорош, цифрант-СТ? Тем, что это и торхиналоны, и то же время это и тенидозор. Вместе. А зачем это все? Это значит, что мы можем победить и аэропы, и граммотрицательные, и граммоположительные, и анаэропы. Это очень важно для наших пациентов. И вот смотрите, я специально красным выделил. После операционной инфекции, при возможном присутствии даже аэробных бактерий, да, и анаэропы, то есть даже анаэропы, хронические, если умеют наши пациенты, наши, инфекции кожей и мягкими тканями, язвы на диабетической стопе. Это очень важно. И вот еще, что важно, я тоже специально отметил. Он воздействует на МРСА, метицилент-резистентный стафилоком, аурелус. МССА-то ладно, к нему много и цифазолин чувствительно, а вот если мы встречаем МРСА, при нашей флоре, но закомиальной больнице, МРСА очень часто встречается. Так вот, даже пароральный цифрант СТ позволяет с ним справиться. И этот слайд тоже специально поставил, чтобы можно было увидеть, что хистологически, что 74-86% концентрации его крови скапливается в костной ткани. Вот чем он хорош для нас, для наших пациентов. Ну, боль. Все мы знаем, что очень сложно обезболить наших пациентов иногда. Наркотики редко назначаются, и только дежурным врачом. Да, это можно там целую таллическую бумагу писать нам и так далее. Ну, вот видите, по статистике, почти половина всех пациентов в хирургии ощущают постоянную послеоперационную боль. Поверьте на себе, пока морфин не удалось после операции, вот не мог ничего, такая плохая. И у 10% пациентов в послеоперационном периоде боль становится хронической. А это значит, что обычный НПВС и обычный анальгин с этой болью не справятся. И нужны будут такие препараты, как ририк, как анвалис, там, клубертин и так далее. Значит, так вот, насчет НПВС. Да, мы знаем, что вольтарертик, луфинат не селективный, более сильный анальгин. Селективный, более безопасный, но слабее, как анальгин. И вот кетанов наш, который мы иногда говорим, что да, это все ерунда, не ерунда, серьезный препарат, который позволяет, смотрите, он намного, самый эффективный анальгин из группы НПВС. И поэтому не стоит, так сказать, может быть, даже просить термодол или назначать человеку. Достаточно будет кетаролака, только правильная дозировка. Ну, вот тут указан дозировка таблеток, дозировка в ампулах. Надо сказать, что вот в чем, что главное, что применение кетаролака, 30 миллиграмм фотоампула, на 50% снижает потребность пациентов наркотика. Это важно. Это важно. Ну, и если мы будем говорить про не селективные препараты. Кстати, вот Селепрекс хороший препарат, но вот мне не нравится тем, что он называет нехикоразией. Парфоксия – это препарат, который, мы знаем, назначаем, который в 7 раз селективнее, чем Селепрекс, и при этом его можно применять в течение нескольких месяцев непрерывно, и не будет никакой проблемы для слизистой желудочно-пишечного травмы. Ну, эффект возникает через 20 минут. Узнаем дозировки, я, например, по 90 миллиграмм обычно назначаю особо полным людям, 120 миллиграмм. Значит, Немулекс и Немесил, но Немулекс, он более популярен, наверное, может быть, по цене дешевле. Он не является селективным, он является избирательным, то есть частично селективным препаратом. Но чем он хорош – это порошок. Если таблетка падает на слизистую желудка и, в кавычках скажем, разъедает его слизистую, уничтожает, то порошок, чем развели в теплой воде, выпили, и он действует как микстура, он совершенно щадяще действует на слизистую. Препарат тоже может несколько месяцев употреблять без омепрозола. Ну, максимальная суточная доза. И еще, конечно, препараты, которые невозможно обойти в нашей профессии. И это не только хрящ, это не только структуры суставные какие-то, это еще и костные структуры. Сейчас скажу, почему я об этом говорю. Значит, что относится вообще к хондропротекторам? Ну, само слово «хондропротектор» – это только хрящ, да? Но не только хрящ. Я сейчас об этом буду говорить. Я выскажу. Это комбинированные препараты, хондритинсульфат, глюкозамин. Это отдельные препараты, монопрепараты, глюкозаминсульфат, гидрохлорид и хондритинсульфат, да? Ну, необыляющие соли авокадо мы иногда используем, фиосклидин. А плуток тоже иногда используем. Очень хороший препарат гиоциин. Он является НПВС, гнистероидным протисполитным средством, но большая его, так сказать, сила направлена на ингибицию цитокинового спаления, интерлекина-2, 6 партера некрозоопухоли. И его тоже очень долго можно применять. То есть эффект и НПВС, и цитокин-блокатора от воспаления. Ну, и препарат гиоуромой кислоты, все мы их вводим, и от них никуда не деться. Ну, про гиоцирин, я уже говорил, его можно означать долго, и, так сказать, безобидно для желудка, и очень эффективно для лечения пустеоантроза. Мы никак не обойдемся без этих вот препаратов, да? Их на рынке очень много. Это протезы синвяльной жидкости, мы их называем, или гиалуронат. Гиалуронат, да? Значит, ну, их очень много. Рефирматрон мы все вводили, гиалуронат, там, гиостат и прочее. Синвиск, я два слова отдельно скажу, появился. Гиалуронат гиалуронат. Но все дело вот в чем. Все дело в том, какова молекулярный вес, молекулярный вес, молекулярная масса этого препарата. И мы, так сказать, выбирая препарат вместе с пациентом, должны ориентироваться и на цену, и на эффективность его воздействия. Так вот, оказывается, синвяльная жидкость в нормальном суставе, коленном, имеет молекулярный вес 6 миллионов дольтон. Вот этому молекулярному весу соответствует единственный препарат, сельвиск, 6 миллионов дольтон. Дальше идет хируан, 3,5 миллиона, и даже бюролан, который стоит столько, столько и сельвиск, но он имеет всего 1,5 миллиона дольтон молекулы. Поэтому сельвиск держится в коленном суставе, в отличие от других гиалуронов, которые держатся в 8 часов, 2 недели. И за эти 2 недели стимулируется вырастка своей собственной синвяльной жидкости. Мало того, что гиалуроновая кислота, молекулы, поперечно сшитые, прослимпы. Ну, говоря о хондропротекторах, мы не можем, так сказать, не остановиться на хондроитинсульфате и глюкозамине. Ну, наиболее популярные препараты, которые используются на рынке, это хондрогард, это артродол и атракам, наши отечественные препараты, это дона, оригинальный глюкозамин, и, конечно, это артретераплекс. Ну, я буквально заканчиваю, позволю себе несколько слов о третерапахарте. Хондрогард, фирмасатек, замечательный препарат, и мы его используем, его можно вводить внутримуточный за хондроитинсульфат. В чем его, так сказать, прелесть и его замечательность? Ну, понятно, что это уменьшает генеративные изменения крещевой ткани, улучшает подвижность правового сустава. И вот, я специально красным выделил, были исследования о консолидации переломов на фоне назначения многимышленных антракатов. Я не буду приводить исследования, цифры, схемы, это все, так сказать, отвлекает внимание. Поверьте на слово, что консолидация переломов ускоряется, если мы используем этот препарат. Препарат обладает высокой биодознанностью. Надо сказать, что это мы про хондроитинсульфат, про монопрепараты говорим. Еще монопрепараты это глюкозамины. Но не все глюкозамины, знаете, не все они одинаковые. Продолжение следует...